Дом новый, а проблемы старые. Около 30 многодетных семей города Аксупа в Адарской области жалуются на некачественное возведение их многоэтажного дома. Каждую весну и в дождливые дни лета жизнь в квартирах превращается в кошмар, говорят люди. Стены покрываются плесенью, на них появляются желтые разводы, а еще им страшно жить по соседству с мокрыми проводками. Весной наши коллеги уже были в этом доме и местные власти пообещали решить проблему в короткие сроки. Однако прошло почти полгода, а ничего не изменилось. Подрядчики все так же кормят всеми обещаниями и отмахиваются от них бумагами. Когда же уйдет нескончаемая сырость и перестанут болеть дети в многострадальном соцжилье, выясняла Сабина Рахимбай. Вот на все бежит. Вот так протекала крыша многоэтажного дома в Аксу весной этого года. А так выглядят квартиры спустя полгода. Ничего не изменилось. Подобная картина во всем доме. Из-за влажности дети стали часто болеть, рассказывают люди. Жить в таких условиях опасно еще и потому, что часто случается замыкание проводки. С крышей это проблема. У нас как дождь, так все заливает вплоть до соседей. Окна, ливень с той стороны, аж к соседям бежит, тряпки не успеваем выжимать. Тут угловые квартиры вообще полностью страдают. Это еще хорошо, мы как-то в серединке, но все равно. Я не знаю, мы уже бьемся какой год, и мы не можем. У нас скоро срок кончится, и мы ничего не сможем сделать вообще. Как выяснилось, дому почти 30 лет. Не достроив его, когда-то забросили. И только три года назад местные власти решили его реконструировать и выдать многодетным семьям в качестве арендного жилья. Однако новый ремонт не выдержал и трех лет. В КСК, которые по сути и должны обеспечивать бесперебойную работу всего дома, отказываются ремонтировать крышу. Они утверждают, что все проблемы должны устранять Акимат и подрядчики. Представители же Акимата отказываются что-либо делать. По их словам, при сдаче в эксплуатацию дом был без изъянов. Между тем, гарантийный срок истекает уже в декабре этого года. Заказчики проекта обещают, что до этого времени вопрос решится. Уже назначена техническая экспертиза, которая будет готова через две недели. В данном случае экспертиза должна определить причины, почему происходят данные недостатки. И мы примем меры. До декабря текущего года, если бы заключение экспертизы, по результатам будут приняты меры. Если будет необходимость, то и в отношении подрядчиков подойдет суд. Заказчик проекта СПК Павлодар утверждает, что без заключения экспертизы не может принять каких-либо мер. К слову, на реконструкцию дома ушло 800 миллионов тенге. И даже несмотря на такие крупные затраты, крыша все же протекает. Если они приезжают, если готовы ремонтировать, а им не дают ремонтировать, то я считаю, что с этой стороны пока нарушений нет. Более того, чтобы подать на них в суд, я должен иметь документы. А жители пишут, я не возражаю. Если по результатам технической экспертизы будет признана вина подрядчика, у компании СПК Павлодар появится возможность подать на него в суд. На время судебного процесса срок гарантии на обслуживание дома по правилам приостанавливается. Это значит, что шанс на комфортную жизнь у многодетных семей все-таки есть. Сабин Рахимбаймар от Игликов из Павлодарской области. Итоги дня.